Друзья, всем привет! Сегодня мы снимаем второй выпуск на выезд за Спартак И нашего победителя мы отправляем в этот раз в Сочи У меня рождение было в прадрине Сколько лет я с полом не сказал? Протелось бы, да? Я мечтаю, брат И как путевок? Чума, брат Школа закончилась в винограде В виноградный день, апельсиновый день, это бомба просто Боже Спартак, они! Не понимал ничего в футболе Мы сейчас не на женщинах Я победу с ними отмечаю А Зуев-то этикеткой оторвал Мы живем как бы в таком году, вот этом адском Ну что, парни, какой это был год? Это был май Я скажу, что я его другое В том же матче был охуенный гонпромисс Это был 1-0 в нашу пользу Встреча в Сочи Здорово, бро! Друзья, всем привет! Сегодня мы снимаем второй выпуск На выезд за Спартак И нашего победителя мы отправляем В этот раз в Сочи Поэтому, братва, погнали в бар Дневник фаната Здорово, пацаны Ну все, сейчас начнем уже Все готово Постановочные Эти вот постановочные рукопожатия Ну-ка, Вась, нашу Погнали! Начинаем, парни, с разрыва в тамбуре С нами Миша Мишаня, здорово! Здравствуй, здравствуй! Тема, как вы знаете, человек, который был в чемпионский сезон С нашим главным тренером И с командой, и с фанатами И Фил Приветствую! Парни, как настроение? Отлично! Отлично! Все нормально, размялись уже? Ну что, начнем В общем, ситуация какая? Два участника Фил и Миша Кто из них больше ответит И правильно на вопросы Тот, соответственно, едет в Сочи бесплатно Артем, у нас специальный гость Который будет с ним подогревать Наш формат, наше шоу Нашу передачу И задавать тоже так же вопросы ребятам И, соответственно, что-то рассказывать от себя Ну что, парни, погнали? Погнали, погнали Первый вопрос Сколько раз Спартак выиграл чемпионат России? Кто первый? Десять Двадцать Десять? Миша, красава! Хотелось бы Я мечтаю, красава! Это тост, на самом деле Типа, сколько раз Спартак выиграл чемпионат России? Двадцать Второй вопрос Первый балл улетает Филу Парни, кто из бывших спартаковцев выиграл Лигу чемпионов и Кубок UEFA? Алинч Правильно Фил Третий вопрос В каком году появилось фанатское объединение Фратрия? Счетчик пошел сейчас на экране Сколько дается времени? Вот недавно день рождения было Фратрии Сколько лет исполнилось Фратрия? Ну, давайте двадцать, допустим Сколько лет число? Я думаю, что пятнадцать я исполнился Еще раз, еще раз, подождите секунду Давайте семнадцать Красава! И третий балл улетает Филу Пятнадцать, брат Следующий вопрос В каком году был открыт наш домашний стадион открытия арены? В пятнадцатом В четырнадцатом Первый с игрой с церковью звезды В четырнадцатом году Кто из игроков Спартака провел наибольшее количество матчей в чемпионатах России по футболу? Сразу сделаю небольшую подсказку Это, так скажем, футболист С девяностых по там Тихонов Андрей Титов Фил Титов Правильный ответ Титов Егор Титов Фил Еще один балл улетает Титов Так, ну давайте теперь следующий вопрос В каком году появился видеоблог «Дневник фаната»? Часто ошибешься, но ты... Ну, пять лет Смотрите, сделаю небольшую подсказку Мы в этом году... Отмечали пять лет? Нет, не пять Не пять Не пять Двадцать Двадцать, да Я сам начал программу сказал, что двадцать Это не юбилейное число Ну пусть будет три Не, не три Шесть Семь 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 Брат, дневник фаната В каком году мы начали снимать? Именно как передачу «Дневник фаната» пацаны Ну я подписал стоп Четыре года В каком году? Год, скажем так Шестнадцать Правильно И, дорогие друзья Да! У нас небольшие изменения в выпуске Походу, все-таки Тёма тоже претендует на выезд за «Спартак» Тём, ну мне кажется Я давно не был В конце выпуска мы как-то с тобой договоримся Я давно не был, да, кстати Братва Идём дальше С какими фанатами Какого московского клуба Сейчас говорю быстро Готовьте свои ладони Бить об стол Дружба у фанатов «Спартака» Торпеда Правильно Очередный балл для Филу И, дорогие друзья Последние два вопроса Тут реально надо сразу Сразу Кто последний из вратарей «Спартака» получал звание «Вратаря года» в России? Ну, не Филимонов После Филимонова Подсказка дойдёт После Филимонова Также человечек взял чемпионство «Спартаком» Последнее чемпионство Артём, наверное, уже знает, кто это Лучший вратарь Артём точно знает Конечно Это прям подсказка такая Глобовейшая подсказка Ну, то есть, кто в шестнадцатом году Там, да, еще стоял в семнадцатом году Шестнадцатом Кто стоял у нас на оборотах? Кто стоял? Ну, уже подсказать Сельхов, Максименко Кто был тогда? Ребро! Артёма Ребро! Защита! Давай же! Парни, я перечислял Что? Я думаю, что Артём Сельхов, Артём Максименко или Артём Ребро? Я думаю, что Артём Сельхов И, парни, последний вопрос Я предлагаю его заведить все вместе И даже баллами не считать Кто чемпион? Вопрос будет Каким зарядом фанат Спартака начинает любой матч своей команды? Боже, Спартак, храни Боже, Спартак, храни Дай ему силы Чтоб победил он все клубы страны Первый блок закончен Разогрев тамбуря Подошел к концу Доправляемся по каютам И начинается второй блок Первый блок закончен Пока ведет уверенно Фил Следующий блок называется Мы в такие шагали далее Сейчас будет пять вопросов Они будут пять видео вопросов Мы вам покажем нарезки Для наших уважаемых подписчиков и зрителей Мы вам все покажем сейчас на Ютубе Пять видосов И нужно будет из четырех вариантов ответа Угадать правильный За каждый правильный ответ два балла Поэтому, братва, по собране Мы уже размялись, да, Михаил? А, лысым четыре балла давали Лысым четыре? Давай, если Фил будет сейчас в первых двух вопросах Уверенно лидировать Мы тебе следующий вопрос за два будем засчитывать Вопрос к Теме Тема, ты проработал в Спартаке с Массимо года два Ну, пару сезонов с копеечкой Заполнился ли у тебя какой-то гол Который был забит нашими футболистами? Он прямо в памяти Ну, голов было на самом деле много Таких памятных Один из Могу вспомнить прекрасный гол Жано Против Оренбурга У них дома Это, по-моему, был гол 3-1, если не ошибаюсь С лету просто он забил Под перекладину Вратарь вообще не увидел, куда полетел мяч Вот это был классный гол То есть, в плане Смотря на него со стороны, как бы это впечатляло Потом в раздевалке как-то по-особому отмечали, поздравляли Да нет, как бы, я думаю, может быть, если бы это был человек, который неплохо бы умел бить по мячу Может быть, как-то бы особенный отмечали Ну, так как у Жано определенная такая высокая техника удара, паса и так далее Это было, это не было нечто таким необычным Но со стороны это было, наблюдать это было классно И первое видео, первый вопрос Это 2011 год, Лига Европы, матч Аяк-Спартак Спартак был 1-0, кто забил? Дмитрий Камбаров, Рафаэль Кориока, Эйден Магиди или Алекс Мискини-Санчес? Ты знаешь ответ? Только если, наверное, гадать Михаил? Алекс? Вау, дорогие друзья, коэффициент начал падать Михаил, здорово, поздравляю Михаила Выбежай! Давайте! Михаил, за это, я думаю, нужно выпить Кстати, в том же матче был охуенный гол Промеса Это был 1-0 в нашу пользу Он забил где-то метров, наверное, с 20 Стрельнул в Саренбургом же Первый гол был тоже охуенный Но уже оно было более зрелищное, потому что слету Не, в том числе, в сезоне просто у мяса залетало Вот матч через матч, какая-то вообще чумавля Просто, да, каждый даже гол глушака Анкару, то, ёб твою мать Попал, бля Не, ну, шлепнул Вообще тоже последних 20 секунд было Вообще, да, последняя минута, бля Круче только Бояров с 26-м забил С мальчиком, бля Это вообще, я понял, мой один из первых матчей Тогда я сижу на C2, бля Бать, мне привел И Бояра, буф Я думал, таких голов очень тепло Но все равно, ребят, самый зрелищный гол Действие, вообще атаки Это с зенитом Луис Адриано Когда они втроем с Амедом У нас видос есть на ютубе И только в российской лиге Ну, даже в Европе Вил треугольник, треугольник Туда, куда Зелуиш Адриано Самино Адриано же, он по сути, это его же фишечка Абвадяжки, абвадяжки Абвадяжки, да, такой удар, блин Парни, второй видос Матч Спартака в Туле В том году был последним в сезоне И закончился поражением Традиционно Помните ли в этот матч Был за последние 5 лет а я знаю чемпион можно разделить какой год 16 на 17 сезон 17 разделим а баллов третий вопрос гостевой матч жилины 2000 году был приостановлен на 20 минут из-за беспорядков просто были мне кажется у малейшие времена в то время спорта кто матч победил это был выезд евро выезд жили ну как он сказал мы остановили спартак выиграл какой был финансчу дать посмотрим видео ну что парни какой это был год и какой был счет год мы знаем 2010 как закончился матч после этих беспорядков на стучать но я и предположу если это все то самое то это был 3021 правильно ответил фил по этому же году спад играл на выезде гостевой матч и произошли лютые беспорядки спартак выиграл 1 ноль что-то был за выезд и какая была команда это был май я могу и предысторию рассказать я уже рассказал всем давали попить водичку там и как бы эту водичку использовали в нужных целях всем я действительно в том матче значит руководство там не знаю кто там эти мерчендайзинговые отделы крылья советов раздали всем бутылки пепси колы и когда там проходил матч не знаю от кого прилетела первая бутылка в честь этой в нашей либо в кузьмичевский на центр крылья советов после этого началась перепалка этими бутылками и начался махач и даже было было забавное видео с рекламы пепси там того спринг эта песня исполнял и по типу и жарим киеве да и депутатом летали сектор на сектором итоге по результату это была спалнированная акция крылья советов но все же спартак наш непобедимый и спартак победили в этом перекиде и в этом вопросе по балу уходит ребятам и дом никто не против что братцы пятый вопрос заключительный в этом блоке и вопрос следующий когда спорта когда обществу спартак исполнилось 80 лет у спартака был матч и он его вывел со счетом 31 давайте посмотрим видео и кто первый ответит цвет нужно угадать с кем матч принял спартак готовы готовы смотрим на экран итак миша был первый дядя это мордовия пятнадцатом году ну это правильный ответ братом по видео было понятно ну что браться мы уверенно преодоление экватор нашего выпуска и как вы знаете у нас сегодня будет два вопроса от наших специальных гостей от артема как вы уже поняли и и от болельщик спартака и решил нам помочь который как раз таки вам одному точнее из вас сделает подарок это проживание в сочи и билет на футбол смотрим и отвечаем готовы конечно погнали друзья привет очень рад поучаствовать в дневнике фанаты и помочь призами победителям вопрос у меня очень простой когда впервые спартак приехал в сочи сыграл свой официальный матч в рамках чемпионата россии без ссср короче когда спартак впервые сыграл в сочи давайте так такой вопрос задам когда какая была команда в сочи с кем у нас жемчужина играл правильно михаил это был матч жемчужины в каком году впервые спартак с ней сыграл на выезде и уже как и как сыграл можно я угадаю просто есть просто два варианта это 92 94 посерединке взял я просто сразу хотел дать дать я скажу 92 пил улетает 3 балла потому что матч сыграл сыграл со счетом 2 2 у нас забил бесчастных и черенков ну что ну михаил был близко с двух сторон подошел так сказал ты вот это как шлепки стринге знаешь два пальца один палец отсюда другой с этой надо было надо было без угар ну что следующий вопрос от нашего специального гостя от артема фетисова артем ты как мы уже поняли с командой и знаем провел больше не лет пол ел спал и пил тем вопрос от тебя расскажи может быть какую-то историю вопрос парням который ты считаешь как все было раз мы в теме рассказываем рассказываем друг другу вопрос господа 3 апреля 2016 год играем дома с оренбургом кто и на какой минуте забил победный гол того матча это был промес это был дополнительный тайм какая минута время наверно это был дополнительный я еще за голден гол просто пока не взял где сидит кстати поэтому ты еще и еще и баллы дали я тоже по 4 балла ну короче это было либо 94 либо 95 минуты я но это точно но все-таки дело 4 95 95 учитывая что я тебе скажу исходя из того что именно он забил 95 если было четыре добавленных минуты не факт чтобы вы выиграли в том матче поэтому минута всегда играть большую роль футболе и не только футболе раунд закончил баллы перед вашим перед вашими глазами и следующий раунд василий замена друзья ну что она замена четвертый раунд я поменял серёгу на месте руководителя этой организации нашей фанатской вот и у нас четвертый вопрос называется золотой мой спартак москва пацаны тут немного ностальгии надо вспомнить не только чемпионский сезонного сезона предыдущие в оба счет пацаны с какого года болеть за спартак расскажите фил я болею с 2008 я болею с 97 года уже не как играли спартак динамо киев а у тебя копир матч у меня первый был матч с интером да но я еще это был первый матч после которого в общем все и началось на динамо нужны стремия поль да с матчей с динамо ну так я болею с 96 но это я смотрел выбирал не понимал ничего в футболе мы сейчас не а женщина как я попал туда до этого признаюсь как я уже признавался со спартаком я был не знаком так у меня немножко другие обстоятельства жизни не складывались поэтому не довелось ну как только этого полку засосала все по совесть вот итак у нас 2006 год вспоминаем матч лиги чемпионов и нужно будет назвать соперника глядя на фото фото у нас появляется на экране мы долго выходили в эту лигу чемпионов сначала играли против шерифа потом играли против слова на и в группе у нас было три команды это спортинг интер и бавария с интером помните когда команда ехала на метро когда были жуткие пробки команда ехала на метро приехали практически к началу матча пропустили на первой минуте закончили 10 словом в отборе групповой этап это спортинг интер все это спортинг 100 очков и так твой ответ мой ответ спортинг у нас в этом раунде два балла заправишь победил и миша уходит два балла действительно спортинг это был первый домашний матч я еще маленький был в этот момент написано что спортинг нет мне в тот момент только 32 исполнилось какой-то да я уже буду учил и как путяга чума про школа закончен виноградный день апельсиновый день это бомба этикетку сорвал а черный русский ну так что два балла ушло за спортинг михаила и у нас следующий вопрос опять 2006 год 2006 год матч спартак бавария помните хотя бы домашечка была с баварии у нас и сыграли 22 не проиграли баварии дома хорошо я даже кто забил о вопрос а вопрос кто забил вопрос кстати кто забил есть варианты ответов но есть может так сказать мы тебя накинем балл а может быть два ну два эти варианты два варианта ответ сыграть 22 это факт стопроцентный из песни слов не выкинешь как говорится первый вариант павлюченко и титов второй вариант моцарт и ковач третий вариант павлюченко и калиниченко и четвертый вариант бетховен и вивальди и бах и четвертый калиниченко и ковач все перемешалось дать его кто это был калина с ковачем это сто очковая тема вышла мои 16 лет же б брат как виноградный день мимо тебя прошел это это второй курс я уже посередине какая-то реклама даже можно не узнавать два балла два балла зеленые варианты суши миша 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 вырывается вырывается в сочи буквально до миша скоро будет рваться домой 2003 год часть делал спартаке 100 лет назад был велика могучим последний раз игру кубок последний раз в руку бы красиво так дичь третьем году выиграли 10 играли на стадионе локомотив забил егор титов а кто был соперником спартака по финал кубка россии тысяч третий год пацаны специально для вас варианты ответов зенит крылья советов ростов локомотив скорее всего это были самарские пацаны ну я сказал да это самарско и проебал сэлл есть варианты пусть будет зенит зенит колесо этот ростов локомотив ну пацаны оба неправильно ответили локомотив и втроем неправильно ответить рожден никому по баллу не дает до 0 по баллам с ростовом играли счет был 10 мне что 3 на воротах было спротока алексей зую не держи любимая меня отпусти родная умоляю ждут меня сокольниках друзья я победу с ними отмечаю а то и во время пацаны ну короче никому балл не защитам 15 13 нас упорная борьба по два балла на искал от разогревочный разогревочный вопрос нет разогреться бы в каком пара вопросов 16 а теме кстати вопрос есть пацаны вот суши ты как воду глядел реально вопрос про 16 17 год про чемпионский сезон если вы не ответите пацаны а тема ответят мы просто его отправляемся имейте ввиду не тема ответит за счет сколько побед одержал спартак в чемпионском сезоне в рпл сезон был 16-18 года с вами 20 пацаны не знаю чем сказал но немецкий но пацаны вы или 20 21 22 23 23 за два года надо хлопнуть за два сезона чемпионский тема знает не 23 от фила значит для пацаны я не точно не скажу но я скажу 21 победы как год рождения спартака 20 веке тонко давайте да конечно а теме пиво принесите в счет который он не платит пожалуйста тема вам урок преподал небольшой да теперь урок для вас вернее теперь урок для него от вас в те годы он за спартак еще не болел а вы как раз подкрадывались к этому достижению главного вашей жизни на данный момент спартак имеет уникальное достижение это 6 побед в лиге чемпионов 6 побед в 6 матчах группового топа лиги чемпионов то есть несколько команд которые это повторили барселоны всякие там и прочие команды спартак это сделал каком сезоне девяносто пятом году есть вариант ответов 95 96 989 2000 2001 и 2012-2013 95 96 96 и верно правильный ответ причем все знали ты так где-то тоже рядышком это прям отдельный финальный вопрос вопрос от братишек и сегодня наши братишки это бака тенниси однажды бака тенниси дала эксклюзивную линию на следующее событие будет ли на матче спартак против 1 команды рпл баннер про нового главного тренера про какого тренера шла речь и варианты ответа дмитрий оленчев массимо каррера олег он доминика т.д.с. ты знаешь ответ ну скорее всего я думаю да ты значит мне кажется что я знаю мне кажется кононов а ты это наш белорусский пацан выдела в нем не ну смысле мой ну наш мы не я уже тогда был подписан даже на ногу около наш короче который была такая тема была такая тема товарищ пиджачный тенниси дает такую линию чуваки просто вывешивают баннер на котором пишут баннер про олега кононова коэффициент был 47 чуваки делают легкие бабки на линии от наших братишек из тенниси на самом деле лет был счет 1515 правильно первым ответил на вопрос ты долго запрягал скажем так а фил долго я люблю рассуждать тут все тут а кому это надо пацаны мы живем как бы в таком году вот этого адском веке не я не проще фил выиграл со счетом 1815 поздравлять пил красиво у нас у нас отдохнешь друзьям что у нас самое приятное это подведение итогов и вручения подарков короче победил фил против миша у него 18 баллов миша мигеля к синяя ярость для начала мы хотим вручить приз от нашего магазина фратрия нашему гостю специальному артему фетисова спартак москва спасибо что пришел это было круто всегда также от магазинов ратрии серега хотел вручить что-то два сертификата на покупку каких-то вещей поход стрелковых как моя кофта либо васина сертификат на 3000 рублей вручается михаилу михаил и 5 тысяч рублей сертификат вручается филу фил да и наши братишки василий пацаны о чем мы говорили с тема мне близко ставки на спорт надеюсь экспрессики доедут короче пацаны наши братишки из тенниса решили взять часть этой поездки на себя сделать ваш выезд еще ярче еще развлекать поэтому вот такие офигенные сертификаты которые вы можете расплачиваться на 10 тысяч рублей нас получает победитель естественно в сочи ты на этот сертификат едешь обращайся куда угодно скажи мне дали сказали расплатиться могу здесь в любом магазине вообще продуктовом знаешь в селе ты этот чек можешь показать тебе дадут бак мне давать сезон парни спасибо тебе братан 5000 рублей тоже еще раз конечно пятерочка подъехала поэтому и вернувшись чтобы в сочи ты кайфовал на эту пятерку а еще братишки из тенниса что на сектор мы ходим в красном вот изготовили ломовейший мерч который для красно-белых очень подходит у нас вот такая вот элечка уходят бомбы стильно стильно его для филос теплый вариант это толстовка теннис и очень накачали руки мы не дали вот так это греб 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 достаточку по пизде конечно надо было выигрывать выиграли сразу спасибо огромное смотрят марта ковенбург для в семнадцатом году извините я был пьян спасибо нашему другу нашему подписчику блинграм фанаденовую сочи который представляет тебе фил жилье в сочи и два билета на футбол бани девчонок и выпивку переходим по всем ссылкам в описании во два круга толстый для вас нашим друзьям да и участвуйте пожалуйста потому что в сочи поехать вот так вот я сейчас огорчен одному скучно дайте ну что брат вас подходит концу все спасибо брат вам за участие надеюсь нашим зрителям это все понравилось василий тебе спасибо за то что ты великолепно провел эти раунды это время это время и не грустил а по нему что напрягся ошибательно провел время на воде им пятачка всем кто принимал участие парни вы топ как говорится ажи мне брат а что же был дальше а что было дальше а дальше были сумасшедшие лайки много комментариев и миллионы подписки всем до встречи спасибо встречи в сочи